35 лет отделяет нас от того памятного дня, когда последний советский солдат покинул землю Афганистана. В ходе боевых действий на территории страны Скалы-Песков период с 1979 по 1989 год погибли порядка 15 тысяч военнослужащих. Их память бережно хранится в сердцах сослуживцев семьи Ебрещан. Наверное, основное сегодня это то, что мы должны помнить об этой дате, потому что наши советские солдаты с честью и достоинством выполнили свой интернациональный долг. И неважно, где они были, они, наверное, с чистой совестью выполняли в первую очередь то, что, наверное, надо было выполнять каждому из нас сегодня, защищать свою Родину. А сегодня мы должны это помнить, и мы пытаемся нашему молодому поколению передать в первую очередь вот те уроки войны, которые, наверное, притворяются в патриотические классы. И такие мероприятия, где мы должны с честью, наверное, и благодарностью отдать тем людям, которые пережили это, и, конечно же, не допускать, чтобы это повторилось уже в наше мирное время. А самое дорогое, что мы должны ценить, это мир. Это мир, где мы должны трудиться во благо нашей города, страны и, наверное, противостоять тем сегодня эскалационным моментам, которые мы видим по периметру нашей границы. Сегодня для нас, для всех, очень знаменательный день. 35 лет назад советские войска покинули Афганистан, выполнив свой патриотический гражданский долг, выполнив успешно. Здесь, на Брестской земле, многие полегли в Афганской земле, многие вернулись. И они все являются продолжателями героического подвига своих отцов. Более 4 тысяч человек в настоящее время ветеранов-афганцев проживают в области. И очень приятно, что государство заботится о них, поддерживает. Мы весьма благодарны ветеранским организациям, которые участвуют в патриотической работе. И это действительно заслуживает большого уважения и внимания. Для полутора тысяч наших земляков афганская война стала нелегкой страницей биографии, а 28 берестейцев погибли, отстаивая общие интересы и защищая народ Афганистана. Это молодость, это эмоции, это понимание важности того, что ты делаешь. И понимание того, что если этого не сделаешь ты, то, может быть, этого никто и не сделает. К сожалению, боевых товарищей остается все меньше и меньше. Мы живые о них помним. Чем дольше мы будем жить, тем дольше мы будем о них помнить. Жизнь так складывается, что каждому свое. Но мы живые помним тех, кто ушел. И стараемся заботиться о тех, кто нуждается в такой заботе. По мере возможности, конечно, уделяем им внимание. Как-то стараемся поддержать материально. Стараемся поддержать материально вдов тех, кто погиб, матерей тех, кто погиб. Сегодня очень такой день, тяжелый, радостный. Я не знаю, как это назвать. Мой муж тоже был в Афганистане, он инвалид. Его не стало три года назад. И сегодня я здесь, потому что он должен был бы быть здесь. И, наверное, я никогда не смогу этого забыть. И я как педагог, я хочу детям, которые со мной, с которыми я работаю, помнили, помнили, что там было очень тяжело, очень. Но они все пережили, вернулись, и мы их всегда будем помнить. Во время торжественного митинга в парке воинов-интернационалистов к мемориальному памятнику цветы возложили руководство города, представители депутатского корпуса, общественных организаций. Годы службы, тяжелые испытания боями и климатом, потери товарищей – это все война в Афганистане. Присутствующие почти лимитуты молчания память тех, кто уже никогда не вернется домой, но их имена навеки останутся в народной памяти. Только мы, наши семьи, наши родные и близкие – реальные, а не книжные свидетели этих событий. В нашем городе постоянно проживают 1211 ветеранов афганской войны, среди них члены семей погибших и инвалиды боевых действий. За последние 35 лет мы вместе со своей страной, Республикой Беларусь, пережили многие исторические катаклизмы. Это и период застоя, и период развала и становления нашего суверенного государства. Белорусский народ всегда будет помнить солдаты и офицеров, которые прошли через суровые испытания и проявили самоотверженность и мужество. Они сражались за то, чтобы на тех далеких землях был мир. И мы должны помнить, какой ценой обошлась нам война в Афганистане. Прапорщик колесников.